И мы с этой девушкой поехали за границу. И были в семье, и там в семье мужчина был, говорящий на нашем языке, а женщина иностранка. И иностранка из семьи дворянской была. И эта женщина, она говорит буквально такие слова. Она говорит, а хочешь я тебе покажу наши украшения семейные? И вынесла целую коробку семейных украшений и показывала там брошь бабушкина. А это брошь, которую там дедушка бабушке подарил. А это кольцо, которое прабабушка носила там с рубинчиком и так далее. И там ну около десятка этих украшений. Говорит, с каждым из этих украшений связана судьба. Это передавалось по наследству, а я передам своим внучкам. И это наши семейные украшения. Вот мы их очень ценим, любим. Это много создает. А у вас есть семейные украшения? Я и тогда объяснил. В Советском Союзе, в той нищете, в которой мы жили, не было ни у кого никаких украшений. Были искусственно выручены рубины вот такого размера. Такого же размера сапфиры, которые делались в Харьковском институте. В Харьковском институте выращивания этих искусственных полисапфиров. И в дальнейшем там их выливали, гранили как-то и там запускали там в золоте. Это было все одинаковое. Это все рассказывали, что это настоящие рубины, стекла. Это самые обыкновенные лейкосапфиры, искусственно выращенные наподобие. Ну и ничего они не стоили в целом. И конечно спустя годы это все передавалось по наследству. На самом деле никакой не антикварной, ни какой-то там особенной, какой-то внутренней составляющей не имело. Почему? Дело в том, что то время, когда люди жили, оно было обезображено. Обезображено чем? Люди выживали. То есть им давали зарплату, они должны были с утра до ночи ходить куда-то. И им рассказывали, как это быть модным. И жизнь человека, она превращалась в беготня за едой. И потом посещение, если человек стремился к чему-то прекрасному, посещение театра или посещение каких-либо художественных выставок, что было тоже нечасто и так далее. Но в целом это сводилось к тому, чтобы выживать и любить то, что называлось Советским Союзом. Те люди, которые сейчас говорят, мы хотим туда очень напрасно. Уже никто никуда не должен хотеть. Почему? Потому что каждый день создает новый день. И новый день, он отличается от каждого предыдущего. Поэтому пусть будет будущее. Если будущее будет таким, как прошлое, а прошлое уже умерло, то тогда это все приведет к чему? Угадайте с трех раз. Поэтому приобретайте антикварные предметы, если они красивые. Приобретайте новые предметы, если они красивые. Развивайте у себя состояние понимания живописи, понимания музыки. Не обязательно классической музыки. Почему-то среди людей считается, что понимание классической музыки...